В общем, там суть такая, вот, мемы, мемы, да, вот, мемами став, никогда не умрём. Ну, в принципе, в принципе, и так понятно. Ну, я-то мемом уже стал, ладно, бара. Это да. Да, мемами став. То есть, ну, тут этот смысл был. А так, а так вот это, бой за безупречность. Вот, и там осознание. То есть, там суть такая у Кастанеды, что ты после смерти своей в виде нематериального объекта, то есть, ты осознание сохраняешь, и уже можешь спокойно путешествовать между мирами. Ну, уже, ну, типа, как вот в христианстве душа. А у Кастанеды, у него там, ну, вот это вот светящаяся оболочка, такой энергетический, короче, сгусток. Он путешествует. Ну, вот. Ну, чтобы им стать, чтобы стать этим, то есть, после смерти, чтобы не быть поглощенным, рассеянным, надо обрести безупречность. То есть, чтобы цельный кокон, чтобы после смерти ты сохранил осознание. Если ты не безупречен, то ты после смерти рассыпешься, как бусы, вот, ниточка рвется, и твое осознание поглощается орлом. Там такой орел есть, значит, ну, типа рай христианский. Почему вот эти вот безгрешные граждане попадают в рай? Потому что они слабаки, беспонтовые, и их поглощает вот этот орел, как опилки магнит притягивает. Вот. И они уже в вечном блаженстве. Это что значит блаженство? Значит, у них нет воли. Потому что воля, она обычно направлена на какое-то улучшение, изменение твоего текущего состояния. Ну, типа, вот ты хочешь есть, или там, ты хочешь куда-то пойти, хочешь что-то исполнить. Это воля. То есть, она может быть применена только, когда ты чувствуешь дискомфорт. Если ты в вечном блаженстве, ты не хочешь ничего делать, и у тебя нет оснований для этого. То бишь, соответственно, у тебя нет осознания. Вот такая там глубокая метафизика. И вот в этой теме, то есть, битва с собой, битва за безупречность. То есть, надо избавиться от твоих слабостей, от всяких там, от чувства собственной важности, от страха смерти. Это, ну, моменты, которые энергию жрут.